Каждый день плачу, все равно плачу. Все равно плачу. Вот казалось бы, конечно, и в доме мне было тяжело жить. Ноги больные, сама давление прет, и зарплески бывают. И скорую вызывали, и врач приезжал на дом. И сама своими силами поддерживаюсь. Казалось бы, тут уже мне даже и как легче. Ни воды, ни дрова, ничего не надо делать. А душа все равно туда. Если бы еще сказали, что восстановим тебе этот дом, я вернулась бы. Она по-прежнему тоскует, хоть и прошел год с той самой страшной ночью, которая разделила жизнь на «до» и «после». Юзефа Дементьева вдвоем с внуком спасалась от большой воды на крыше своего дома. Внук приехал с Тюмени в гости. Ну и мы, когда началось наводнение, он, баба, давай будем убегать. И руку, а куда убегать? Куда убегать? Лезем на чердак. И кто думал, что такая вода будет? Никто не думал. Полезе. А потом я уже не рада была, что я его задержала. У него как началась какая-то горячка, его как начало трясти. Ему 15 лет. И я за него так переживала. Я и за наводнение переживаю, и за его переживаю. А он за лет на чердаке там окошко разбил и кричал, люди добрые, помогите, спасите. Ну, к утру нас услышали. А потом была помощь со всей страны, для всего Тулуна и для бабушки Юзефа лично. Ее история никого не оставила равнодушным. И мы, сотрудники телекомпании АСТВ, тоже не смогли остаться в стороне. Ведь наш долг не только рассказывать, но в страшные минуты беды помогать тем, кому помощь так необходима. Мы дважды выезжали в затопленные районы, раздавали гуманитарную помощь, разбирали завалы, обрабатывали дома и порой просто слушали тех, кому нужно было выговориться. И вот это вот чувство, когда ты приезжаешь, мы привезли гуманитарную помощь, и люди просто подходят и говорят, а хлеб есть? Я когда это услышала, ну, я поняла, насколько все действительно ужасно и сложно, и что нужно помогать. Больше всего мне запомнилась история фермера, который десятилетиями буквально строил свое фермерское хозяйство, развивал бизнес и буквально кормил всю деревню, поскольку давал им работу. В одной части все разрушилось, весь бизнес остался в прошлом, и, собственно, весь поселок остался без пропитания, без работы. Редактор субтитров А.Семкин Год назад паводок сначала накрыл Тафаларию, затем вода пришла в Нижнеудинский район и Тулун. Никто не верил и не ждал, что стихия буквально смоет большие города и поселки с лица земли. 27 июня на территории всей Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации, который снимут лишь к концу 2019-го. «Эй, куда пошли? Назад! Назад не ходи!» Тысячи людей остались без крова. Затоплены более ста населенных пунктов. Разрушена инфраструктура, соцобъекты, очистные сооружения, дороги. Автомобильное сообщение с запада на восток страны было прервано на несколько дней. Ущерб позже оценят в 35 миллиардов рублей. Не обошлось без жертв. Во время паводка погибли 25 человек. Спасатели работали день и ночь. На помощь людям приходили и обычные люди, у кого были лодки. Они спасали всех, кого встречали на своем пути. Это был просто кошмар. Кругом мычали коровы, вылез собаки, гуси гоготали. Люди кричали о помощи. Помогали в основном тем людям, которые были с фонариками. И мы могли в этом шуме, в этой неразберихе их увидеть. Был такой момент, что мы шли на адрес, на помощь. Кричал ребенок. Мы сказали, что сейчас на обратном пути заберем вас. Что же стало причиной такого разрушительного паводка в Иркутской области? Версий было много. Это и сброс воды на ГЭС, и вырубка лесов, и таяние ледника в Восточном Саяне. Но ученые озвучивают основную и научно обоснованную версию. Соединение нескольких циклонов, из-за которых выпало год назад рекордное количество осадков. За двое суток перед наводнением в районе, где формируются стоки рек Уда и Ия, и где есть метеостанции, выпал 241% месячной нормы осадков. Ученые говорят, что можно прогнозировать подобные катаклизмы и не допустить повторения трагедии 2019 года. В связи с повышением, стабильным повышением годовых температур, меняются эти параметры. Сверховую сторону. Да, 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 в красоту. Меняются эти параметры. И вот совокупность этих всех факторов и неготовность человека, ну я имею в виду человека как человечество, да, противостоять этому, хотя мы обладаем всеми знаниями и техническими возможностями, Эльгер, нужно просто планомерно этим заниматься. Прошел ровно год с тех страшных событий. Прогнозы прогнозами, но и необходима защита городов и поселков. В Тулуне и Нижнеудинске, чтобы предотвратить страшные последствия возможного удара стихии, возвели временные дамбы на реках. Они станут основой для постоянных защитных сооружений. Гидротехническое сооружение в Тулуне протяженностью 620 метров, а в Нижнеудинске 820 метров. Без внимания не остались и другие населенные пункты, которые подвержены затоплению. Алгджер в Тафаларе, село Солинаев в Тайшетском районе и другие. Там ведется и берегоукрепление, расчистка русел и проводится углубление дна рек. Из резервного фонда правительства России Иркутской области на эти работы выделено более 1 миллиарда рублей. Сегодня главная задача – не допустить повторения катастрофы 2019 года. Поэтому уже сегодня развернули строительство временных дамб, расчистки русел и рек и берегоукрепления во всех населенных пунктах. Движение есть. И пока во всех пострадавших районах не будет все доведено до конца, мы не остановимся. Я доволен работой по организации дамбы. Посмотрели мы ход строительства школы, посмотрели лыжную базу, еще целый ряд объектов. В целом хочу сказать, что темпы набраны неплохие. Сейчас мы находимся на строительстве жилого дома. Вижу, что срок заявленный 1 сентября абсолютно реальный. Что касается жилья, для жителей пострадавшего Тулуна в микрорайоне угольщиков возводится 13 объектов. В Березовой роще строят индивидуальные дома. На особом контроле в Рио губернатора Игоря Кобзева также дороги, социальные объекты. Например, школа на 1275 мест, которую строят благодаря инвесторам, должна быть сдана к 1 сентября. Мало времени осталось. Срок мы себе поставили 1 сентября. И здесь уже мы определили, что за каждый объект будет уже назначено, уже контролируемое лицо. Ну и со своей стороны я на еженедельный контроль такой ставлю. Тем временем люди, в одночасье потерявшие все, обустраивают быт. Кто-то, получив сертификаты на приобретение жилья, переехал в другие города. А кто-то, как наша бабушка Юзефа, остался в родном Тулуне. И не сдерживая эмоций, благодарит всех, кто тогда помог ей пережить страшное время и не потерять веру в людей. Еще хотела одно попросить. Поблагодарить всех добрых людей, которые принимали участие на мою область. Сейчас пройдет. Которые помогли мне вот им победить. Поблагодарить всех этих людей, которые мне помогли опомниться от этой беды. И наладить мою жизнь материально, которые мне помогали материально и морально. Это служба спасения, центральное телевидение, АЭС, это ваша семья Петрович, это моя, мой племянник там живет. Они мне тоже здорово помогли. Наталья Ветрова, Марина Халикова, Александр Барановский, АЭС-ТВ.